21 ноября некоторые славянцы опоздали на работу. Произошло это из-за аварии, случившейся на перекрёстке улиц Ковтюха и Школьная. Около 8 часов утра водитель автомобиля, совершавший поворот с улицы Школьной на Ковтюха, допустил наезд на светофор. Что послужило причиной аварии, сейчас выясняет следствие. Мужчина, управлявший транспортным средством, скончался. Сотрудники ГИБДД призывают водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах. На территории Славянского района отмечен рост количества дорожно-транспортных происшествий по всем трем показателям. Это количество дорожно-транспортных происшествий, количество погибших и количество раненых. Также остаётся высоким рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, участвующих в ДТП. Особенно вызывают тревогу дети несовершеннолетние в возрасте от 17 до 18 лет, которые управляют транспортными средствами без наличия водительского удостоверения, не имея права на управление мотоциклами. Таких дорожно-транспортных происшествий в этом году совершено уже порядка 10. С начала года на территории района произошло 174 дорожно-транспортных происшествия. 29 человек погибло, 224 пострадало. С участием несовершеннолетних было зафиксировано 24 аварии, один ребенок погиб, 29 получили травмы разной степени тяжести. Несмотря на ужесточение штрафов, растет и число ДТП с участием пешеходов. Водители не уступают дорогу пешеходам на пешеходных переходах. С 10 ноября, хотя и увеличился штраф за данное нарушение, но, видимо, водители еще не обращают на это внимание. Причинив телесные повреждения, соответственно, наступает и административная, и в зависимой степени тяжести, может быть, и даже уголовная ответственность. Так что нужно внимательнее относиться к проезду пешеходных переходов. Теперь за то, что не пропустил пешехода, придется заплатить штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.